аля вуаля бомбическая селедка под шубой смотрим всем привет друзья рада вас приветствовать на нашем канале найди свой рецепт в преддверии праздника хочется приготовить из простых продуктов что-то такое интересное сегодня мы готовим закуску я бы назвал ее шедевральной готовится она из простых продуктов но получается такой интересный и вкусный для ее приготовления нам понадобится 2 небольших свеколки здесь у нас 250 граммов по такому же весу мы взяли картофель половину филе сельди и если вдруг понадобится есть запас 10 граммов желатина здесь у нас лимончик пару яиц лучок красный и зелень укропа приготовление начинаем и замачивание желатина заливаю его 50 миллилитрами холодной кипяченой воды перемешиваю и отставляю в сторонку пускай желатин у нас набухает а мы тем временем с вами замаринуем лук в принципе красный лук можно и не мариновать но в этой закуске он прекрасен именно в маринаде небольшую головку и я ее здесь порезала по колечками если головка большая эту можно полукольцами порезать засыпаю одну чайную ложку соли так чтобы вкусу вкус у нас такой был приятненький маринованный одну чайную ложечку сахара и одну чайную ложечку уксусной эссенции будет достаточно 15 минут примариновать такое количество лука даже и 10 подойдет если спешите торопитесь заливая кипятком так чтобы полностью у нас лук был закрыт вообще и обожаю маринованный лук любой мясу хороший так даже можно покушать отставляя в сторону мы тем временем с вами натираем картофель и свеклу натирать буду в одну миску свекла у нас отварная как я уже говорила пропорцию лучше сохранять равную с картофелем то есть половину свеклы половину картофеля если вы не кушайте картофель то его можно заменить морковью сюда же натираю картофель я его отварила в мундире ни в коем случае не солим чтобы он у нас не разварился довела до кипения проварила минут 10-15 сливаю воду и даю ему постоять чтобы он у нас дошел вот так достаточно просто так все мы с вами перетерли желатин у нас очень хорошо набух мы его отправляем микроволновку желатин у нас растворился дам ему время немного остыть а мы тем временем с вами нарежем зелень укропа отрезать только мягкие веточки измельчаю их для аромата укропа отличная такая приправа для селедки супер смешиваю желатин и вместе с майонезом желатин у нас остыл он такой чуть-чуть тепленький в 100 миллилитров майонеза добавляю здесь у нас желатин перемешиваем в большую миску высыпаю зелень укропа выливаю желатиновую массу вмешиваю чтобы у нас все здесь хорошо растворилась и выкладываю овощи вот желатин схватывается это надо делать стараться быстрее выкладываю свеклу и картофель выкладываю частями положила и помешала так чтобы у нас здесь как следует перемешалась обязательно подсаливаю по вкусу делайте друзья это большое количество и добавлю по своему вкусу черный перец но считаю что он должен здесь присутствовать опять добавляя картофель со свеклой перемешиваю у нас такая как пюрешечка здесь образовывается а нам нужно чтобы все здесь было у нас однородным чтобы все как следует перемешалась еще раз оставшуюся всю овощную смесь выкладываю и перемешиваю красота вкусно салатиком пахнет вот такая у нас масса получилась красивая и объемная получилось достаточно много так как следует все перемешали мы здесь с вами и взяла форму значит у нас здесь пластиковый контейнер где-то 20 сантиметров на 12 зависимости от того какие вы хотите сделать закуски если более высокие то можно взять контейнер такой как у нас небольшой и если наоборот более плоские то пожалуйста можете побольше его взять а смазываю небольшим количеством растительного масла чтобы у нас закусочка потом легко отставала от контейнера на всякий случай овощную смесь распределяю форму сразу выравниваю ложкой мне так удобно так чтобы у нас все было ровненько красивенько как обычно все и конечно вкусно так мы с вами готовим остаток раскладываю и разравнивают обратите внимание желатин практически уже схватился друзья обратите внимание каким желатином еще будете пользоваться потому что есть такой быстрый желатин поэтому смотрите на упаковке как его правильно замачивать и как из него правильно готовить закрываю контейнер крышкой и отправляю его на 30 минут холодильник а мы тем временем делаем нарезку из яиц это яйцо примерно одно я делю на 56 вот таких вот частей а также очень тонкими пластинками будем нарезать лимон прям тончайшими если вы не сторонник цитрусовых не любите или не кушайте то конечно можете не добавлять потому что лимон у нас здесь идет как украшение я лично лимон обожаю мы с вами сливаем маринованный лук промываем его под проточенной холодной водой очень хорошо даю луку сечь потому что в закуске ни в коем случае воды не должно быть и мы с вами нарезаем селедочку селедку у нас достаточно крупная большая нарезаю вот такими кусочками но в принципе еще посмотрю может быть даже я их поделю пополам но желательно вот такие цельные кусочки положить поэтому нарезаю порционно примерно закуски у нас будет штучек 20 вот таких кусочков тоже нужно будет сделать штучек 20 прошло 30 минут наша овощная смесь хорошо подстыла время конечно может быть разным в зависимости от толщины вашего слоя немного совсем чуть-чуть ножом и я отделяю салат от формы так смотрю что в принципе он хорошо везде отходит никаких сложностей нет можно сразу же перевернуть на доску но мне удобнее это сделать на крышке чтобы не пачкать доску переворачиваем здесь у нас все хорошо зажилировалась красиво очень смотрится и я разрезаю на порционные части такие которые меня устроит по размеру сначала разрежу так повдоль как следует а потом делю на квадраты вот в таком красивом виде у нас получился салат оля селедка под шубой и я ее выкладываю сразу же на нарядную тарелочку где мы будем подавать и буду сейчас украшать конечно порционность очень хорошие у нас получилось 20 штук я считаю что это вообще прелесть просто красивый когда кушают первый раз всегда говорят о я что это такое вкусно еще в это вообще сделано не могут догадаться гадают и не могут никак догадаться так что друзья удивляйте себя и гостей своих вкуснотищей такой красотищей а на каждый секундный квадратик я выкладываю по кусочку яйца сверху я кладу ломтик селедочки красиво очень аппетитно и сверху мы украшаем колечками лука так это можно сделать можно даже продеть ручок в селедочку и для пикантности как я уже и говорила обожаю где селедочка лимончик с удовольствием кушаю и вам советую друзья вот такую красоту мы с вами приготовили быстро самое главное невероятно красиво и очень вкусно и я конечно пробую в нашу закуску не стесняясь я думаю что нужно сделать еще потому что просто вкусно это мало сказать про эту закуску она великолепная она неповторимой и шикарная не забудьте подписаться на наш канал найди свой рецепт ссылочка под видео для одноклассников поставить нам лайки приготовить вместе с нами и угасить своих друзей делитесь пожалуйста нашим видео в социальных сетях пишите комментарии с удовольствием на них отвечу с наступающим хорошего настроения и прекрасных закусок праздничных до свидания